Украине же говорят, мы вам вводим нормативы в свободный рынок, свободный рынок, европейское пространство, мы вам нормативы вводим. А украинцы спрашивают, а какие нормативы, можно узнать? А им в ответ в Европейский Союз и немцы говорят, а такие нормативы, что вам запрещается что-либо производить? Вот эти самые технические регламенты. Ну это технические требования к составу продукции, к экологии, к техническому обеспечению. Да, в которых будет написано вот такой большой том технических требований, в которых будут длинно перечисляться технические требования, а в конце будет написано. Ну в принципе, все, что производится на территории Украины, этим требованием выполнено не будет. В силу разных причин, экологических, технических, организационных, инфраструктурных и каких-либо еще. А ВТО это только первый шаг. Украина от ВТО потеряла процентов, наверное, 30 экономической мощи. Отступление ВТО на тех условиях. Украина. Но Украина тоже, как и Россия, вступила давным-давно. Но еще и соглашение подписала отрицательно. Ну, например, на Украине запрещено торговать украинским салом. Вы в курсе? Запрещено торговать украинским салом в системе, ну скажем так, основной торговли. Нам на рынках можно. В системе основной торговли, потому что это сало противоречит техническим нормативам, выработанным в Европейском Союзе. Несоответственно. А почему-то, блин, польская нормально проходит. Поэтому Украине сейчас, украинское сало замещается польским. А после вступления в европейскую торговую зону, в следующий этап интеграции, Украина будет запрещена. Знаете, что производить? Сахар. Второй крупнейший украинский товар. Украинцы будут есть тростниковый сахар. Заодно и в Россию поставят. Ну так, если очень грубо, как это выглядит? Сидят умные люди, действительно умные, с образованием и думают, как усилить эксплуатацию других стран, чтобы ты жил лучше. Умные люди в Америке сидят и думают, как им повысить доходы американского народа, бюджета, нации и так далее. Вот смотрят, это мы выжмем из России, 80 миллиардов вам распишем. Это выжмем из Украины, хоть копейки, но тоже в кассу. Это с Европейского Союза, потому что уже Украина с Китаем не закрывает платежный баланс Соединенных Штатов Америки. Надо уже постепенно и вассалов заставлять подплачивать, хоть чуть-чуть, но пора. Продолжение следует...